Друзья, всем привет! В данном видео я хочу показать, как подключить свой смартфон на Android или iPhone как второй монитор к вашему ПК на Windows. Интересная штука, особенно если у кого-то завалялся старый планшет и он хочет его использовать в качестве второго монитора, то по факту решение классное. Значит, нам понадобится вот такая вот программа, которая находится по адресу splashtop.com и вот, собственно, эта программа. Значит, качаем ее на ПК и устанавливаем. Ссылочку на программу я вам скину в описании к данному ролику. После того, как вы установите данную программу, у вас появится следующий вот такой вот агент. xDisplayAgent Мы можем сюда подключать как iPhone, так и Android. Для того, чтобы подключать iPhone, нам еще нужно будет установить, это важно, на свой компьютер iTunes. Вот он у меня установлен. Просто забиваете в Google iTunes и качаете его, устанавливаете. Помимо этого, здесь у вас будет написано, что для того, чтобы подключить iPhone, нам нужно скачать iTunes и будет ссылочка на него. Устанавливаете. Без iTunes не будет iPhone работать как второй дисплей. Все. После того, как вы установили эту прогу, переходите в Play Market и скачиваете вот эту Splash Top Wild xDisplay на свой Android. Либо заходите в App Store и скачиваете это на свой iPhone. Собственно говоря, вот ссылочки на это все здесь есть. Вот. Могу покидать. И вот на iPhone. Ну и соответственно iPad. Так. Значит, с iPhone ничего делать не надо. Вы просто скачиваете iTunes. Запускаете iTunes, перезагружаете компьютер. И после того, как вы установите приложение, у вас появится смартфон как второй дисплей. Если вы с Android заходите, то тут немножко посложнее. Тут нужно сначала сделаться разработчиком, а потом включить отладку по USB. Давайте перейду на Android и покажу, как это делается, как включать отладку по USB. Так. Перешел я на свой Android. Скачал вот такое вот приложение xDisplay. Вот. Видите, для того, чтобы подключить телефон к компьютеру и сделать его вторым дисплеем, достаточно просто вставить шнур и подождать, пока здесь появится монитор. Так. В принципе, для того, чтобы это все работало, нужно стать разработчиком. Для этого можете посмотреть для марки своего телефона, как включить режим разработчика. Обычно это делается в настройках и кликается, например, об устройстве. Раз. Запомнили. Заходим об устройстве и кликаем номер сборки. И мне тут написано не нужно, вы уже и так разработчик. Далее переходим здесь же в режим разработчика. Заходим в систему для разработчиков. И здесь включаем отладку по USB. Все. Включили отладку по USB. Далее после того, как вы подключите свой смартфон к системному блоку, либо ноутбуку, у вас. Вас спросят, не хотите ли вы включить отладку по USB к такому-то устройству. Вы подтвердите и все. Смартфон станет у вас как второй дисплей. Все. Разобрались. Теперь я сейчас перейду на компьютер и подключу свой смартфон к нему. И покажу, что еще, какие могут быть проблемы возникнуть. Так. Подключил я сейчас свой компьютер и iPhone. И у меня появился второй монитор. Также я подключал Android. Значит, все в порядке работает. Если у вас что-то не работает, смотрите, кликаем правой кнопкой мыши по рабочему столу. Выбираем параметры экрана. И здесь у нас дисплей уже подсветился. Вот наш второй мониторчик. То есть он у нас с правой стороны. Когда вы переключаетесь, появляется второй мониторчик. Это наш смартфон. Далее вы можете тут выставлять все это прочее. Значит, находим несколько дисплеев. Здесь должно стоять расширить эти экраны. Не показать только на первом и показать только на втором. И не дублировать экраны. А именно расширить эти экраны. Все. После того, как вы это все сделаете, у вас появится ваш планшет. Либо смартфон, как второй дисплей. На этом все, дорогие друзья. Надеюсь, видео было для вас полезным. Будет еще много интересного. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok